Пестрая форма, флаги и улыбки. Рязань впервые принимает такой масштабный детский спортивно-патриотический форум. На 27-е игры общественного движения «Школы безопасности» прибыли команды со всего Центрального федерального округа. Конкуренция нешуточная. Знаю, как все команды готовились к этому соревнованию. Рязанская область готовилась тепло принять всех вас. И надеюсь, что дух соперничества все-таки еще родит в вас и такие дружеские взаимоотношения между всеми регионами ЦФО. За эти дни вам придется пройти большое количество испытаний. Но задача соревнований, безусловно, выявить сильнейшего. И я уверена, что сильнейший в справедливой и честной борьбе обязательно победит и будет представлять ЦФО уже на всероссийских соревнованиях. Мы постарались для вас сделать и создать все необходимые условия для размещения, проживания, для качественного проведения этапа соревнований. В параде из 35 команд отряд из Брянской области, созданный на базе одной из школ. Несмотря на не самые удобные условия, все-таки регион граничит с зоной проведения СВО, ребята смогли пройти курс подготовки и хотят показать себя. В это неспокойное время были определенные сложности с подготовкой, с тренировкой, с переносом соревнований. Поэтому настраивались. Но удалось форму ребят сохранить и выйти на соревнования в Рязани в достаточно хорошей форме. Свои сложности были и у вице-чемпионов прошлого года команды из Москвы. В этом году столичная дружина снова привезла сборную. Впрочем, не во всех дисциплинах парни и девушки обещают быть первыми. Так сложились обстоятельства. Все остальное – это еще с десяток конкурсов и состязаний. Здесь, на стадионе «Спартак», ребята отрабатывают лишь физподготовку. Но впереди еще и творческая часть. Эта неделя для парней и девчонок будет весьма насыщенной. Вот сегодня у них здесь пожарная эстафета, затем будет кросс и силовые упражнения, легкая атлетика. Затем они должны уметь выступить на сцене с визиткой, нарисовать стену газету, пройти маршрут выживания. На два дня они уйдут в лес и будут проходить маршрут выживания. Затем у нас еще этапы спасения на акватории, на водном объекте. Затем спасение в техногенной ситуации. И еще бассейн. Каких-то записных фаворитов на этих соревнованиях пока нет. Все регионы привезли смешанные команды, опытные ребята вместе с новичками. Поэтому все в равных условиях. И рассудить их сможет только дистанция. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok